мфу струйная без разницы такое вопрос в чем в том что я отправил данное устройство покупателю она приехала к нему залитая чернилами он попытался его проверить ничего из этого хорошего не вышло поэтому сейчас мы с вами распакуем посмотрим и будем его отмывать приводить в рабочее состояние это то что очень часто бывает когда клиенты привозят нам устройство везя при этом его на боку стоя на одном из боков боковых частей то есть руба как хотите назовите вот и удивляются почему она не работает давайте наглядно посмотрим убедимся проверим будем созерцать это чудесная чудесную картину так сказать без обмана распечатываем коробку сейчас придет мой ассистент и будет играть роль оператора пока буду обходиться сам я не первый раз этим сталкиваюсь поэтому стараюсь упаковывать устройство максимально максимально качественно почему так произошло что чернила разлились ну вот мне непонятно как может то есть скорее всего я так думаю перевернули либо на бок либо вверх ногами откуда тут чернила взялись то есть я написал на коробке вот вверх не сильно заметно правда не заклеили этой встреч пленкой и это это надпись она потерялась вот очень прикольно вот такого не может быть чтобы то есть я делаю вывод блин я жалею что я не написал жалобу в транспортной компании то есть надо было при них распечатать писать жалобу выставлять им счет на потерянные чернила чернила тут оригинальные не сильно дешево стоят пусть бы они мне компенсировали и уже у меня была похожая ситуация компенсировали без вопросов то есть чернила потекли изъем костей залили все на свете теперь будем разбираться и приводить все живое состояние еще клиент в отделении новой почты проверял работоспособность и положил свой паспорт теперь просит чтобы я ему его верну ну теперь подумаю возвращать или нет значит я вооружился перчатками так как работа предстоит грязная итак приступаем к чистке нашего аппарата замязан он довольно таки основательно нашими инструментом будут перчатки туалетная бумага моющая для стекол принципе не обязательно мистер мускул любое такое вам нравится берете и пользуйтесь задача постараться так чтобы внутрь куда не должна попасть жидкость чтобы она у нас не попала поэтому я обрызгиваю обрабатываю смачиваю моющим бумагу они сам само устройство и хаотичными уверенными движениями вытираю все все что только можно вытереть заодно убираем пыль которая у нас посела и развалившись там где не надо до свидания рабочий день закончен мы продолжим стараемся сильно аппаратом не телепать чтобы чернила не попали внутри сильно на электронику это хуже всего этого мы изо всех сил стараемся избежать темы так теперь заглядываем внутрь точно так же везде где видим чернила мы от них избавляемся нехитрыми средствами и движениями так вот тут снизу ну вот тут снизу ух счет ну вот тут снизу ну вот тут снизу Вот что значит черный корпус. С виду и не было видно, что он полностью в чернилах. А пожалуйста туалетная бумага вся окрасилась красивым черным цветом. И самое интересное что тут у нас внутри. Что тут у нас с картриджами как компания HP называет печатающие головки. Хотя это самые обычные картриджи, но вряд ли даже с каким-то более большим ресурсом работы, чем самые обычные оригинальные картриджи компании HP, с которыми мы уже сталкиваемся многие десятилетия. По крайней мере Canon точно так же очень похожи на обычные картриджи, ничем не отличающиеся. Так, тут у нас чернила. Тоже интересно какие чернила вытекли. Ну желтый больше всех. Синий наверное, черный не видно в этой емкости сколько их там осталось. Сейчас будем пробовать печатать. Это все поставят на свои места. Ну странно, чернила реально были обильно представлены в коробке, а тут я не вижу сильных загрязнений. Странная история, честное слово. Как они могли потечь? Не зря наверное производитель сделал здесь вот такое вот перекрывающее устройство для транспортировки. Хотя как им пользоваться? Наверное тут чего-то не хватает в этом месте для того, чтобы перекрывать наши чернильные шлейфы, чернильные трубочки для того, чтобы аппарат транспортировался. Хорошо, мы будем пережимать для транспортировки вот здесь. В этом месте у нас шлейф так хорошо выглядывает. И мы чем-то его там пережмем и предупредим клиента, который его получит, чтобы он там эту нашу какую-то прищепочку снял. Вот наш чернильный шлейф. Вот тут вот где-то мы пережмем. Сгибать его не хочется, а как-то передавить хочется для транспортировки. Принтер подключен. И сразу же пробуем печатать страницу диагностики. По ходу дела скажу, что тут в этом аппарате специфическая такая загрузка бумаги. Немножко надо, так сказать, приноровиться, чтобы туда не уходили наши листочки до дна, что называется. Все отлично. Все цвета присутствуют. У тут какой-то пропуск непонятный. Давайте еще раз попробуем. Почему? Тут должно быть кружочек. Почему его так разорвало? Давайте еще раз. Все хорошо. Размер бумаги. Почему-то решил принтер, что это какой-то неправильный размер бумаги. Сейчас посмотрим. То есть я делаю вывод, что клиент просто испугался, который получил этот принтер, испугался лужи в коробке и отказался от этого устройства. На самом деле все с устройством хорошо и замечательно. Никаких проблем с ним нет. То есть не так страшен волк, как его молюют. Видите, уже ближе этот кружочек. Это какая-то тоже непонятная история. Несоответствие бумаги. Какое несоответствие бумаги? О чем ты, друг? А4 и А4. Кто тебе чего указал? Сейчас. Нет, все равно пропуск. Ну и сейчас мы напечатаем фотографию какую-то из интернета. И убедимся, что все у нас с нашим другом печатающим хорошо и замечательно. В настройках бумаги я выбрал фотобумага HP. Основной лоток на всю страницу. А4. Почему это альбомная, а не книжная. А, вот почему. Вот книжная у нас. Хоп. Все красиво. И печатаем. Печатать будет дольше, чем обычно. Потому что бумага выбрана более плотная. То есть качество печати сейчас будет максимальное для данного принтера. Ну и. Посмотрим разницу. Естественно она будет. Разница между тем, что мы видим на экране монитора. И тем, что мы увидим. Будем видеть на нашем распечатке. На нашей бумаге. Уже сейчас я вижу. Вот здесь желтый. А на экране моего телефона, с которого я снимаю. Здесь он такой желто-зеленый. Ну, короче, идет уже искажение. Искажение идет на всех этапах. Это то, что так пугает, раздражает многих пользователей несоответствие этих цветов. Вот такой вот у нас замечательный есть бокс, в котором лежит фонарик и груша. Переворачиваем. И точно так же здесь написано фонарик и груша. Знаете почему? Потому что человеческая натура очень такая загадочная. Она не смотрит на всякие разные нюансы. Я имею ввиду. Она, он, человек. И поэтому знаете, как у нас стоит этот бокс. Его можно так поставить. Его можно так поставить. А он у нас стоит вот так. В принципе, он прозрачный. Но, когда стоит наверху на полке, то не очень видно содержимое этого бокса. И ты ходишь. Коллеги меня, скорее всего, поддержат. Ходишь и ищешь инструмент вместо того, чтобы заниматься ремонтом. И тратишь на это огромное количество времени. Особенно это касается каких-то общих вещей, которые находятся в общем пользовании. Но, видите, то есть нужно клеить эти штуки с четырех сторон. Я к чему завел этот разговор. Коробка, внутри которой находится принтер с встроенной СНПЧ. Система неперерывной подачи чернил. Обклеил со всех сторон. Вверх, хрупкая. Вверх, хрупкая. Вверх, хрупкая. То есть со всех четырех сторон. Казалось бы. Ну, чего тут непонятно. Единственное мое упущение. Я наклеил вот здесь вот наклейку. Здесь, видите, стрелочки вверх. Я взял, зачеркнул маркером. Но этого, видимо, было недостаточно. Потому что этот принтер мне выносили на боку. Женщина торжественно вынесла мне его на боку. Представляете, насколько мы загадочные с вами существа. А теперь давайте заглянем внутрь и посмотрим, что там у нас происходит. Вскрываем. Вскрываем your manos! Вскрываем. Понимаем. Уже. Вскрываем. Продолжение следует... Вот, пожалуйста, все в чернилах, то есть сам аппарат тоже в чернилах. Сейчас попробуем, как он печатает. Внутри я перекрыл биндером, передавил чернильный шлейф. Внутри следов не видно. Это чернила плохо видно, плохо просвечивается. Кто так делает, такие непонятные эти. Ну, как вот можно... Сколько тут чернил? Ни я не вижу, ни вы не видите. Ну, черти, что, и сбоку бантик. Внутри. Внутри ничего толком не видно, но вроде бы не залито. Сразу же распечатал пробную страницу печати. То есть печатает он хорошо, без пропусков. Единственное, вот эта вот грязь. Грязь от попавших внутрь чернил. Сейчас сделаем прочистку, проверку всех остальных цветов. Я думаю, что все будет у нас хорошо. Почистим его и отправим дальше. Я снял емкости. Значит, снимаются они, откручиваются виндики. Два здесь, два снизу. И аккуратненько на себя немножко вот так вот вверх отсоединяются емкости. Теперь я хочу разобрать их и полностью вымыть там чернила. А также я потом солью чернила с емкостей полностью и отправлю. Отдельно вытащу картриджи, отдельно будут чернила. И клиент уже потом дома у себя непосредственно зальет чернила в емкости, прокачает и вставит картриджи. Принтер промоет, прокачает чернила через свойства принтера. Так сказать, запустит в работу. А что у нас тут внутри чернила? То есть то, что остается на бумаге, вот здесь на валике. Ну и внутри опять у нас тут все залито чернилами. Вот такая вот. Здесь валик тоже. То есть все, все залито опять чернилами. Опять все будет вымываться, вычищаться. Вот так мы и живем. И опять же, те люди, которые говорят, это не ремонт, конечно, это не ремонт. А что это такое? В принципе, это просто разборка и промывка чернил. Конечно, это не ремонт. Это так, это мелочи жизни. Но без него, без этих мелочей принтер почему-то не работает. А вы как хотите, так и называйте. Ремонт, не ремонт. Принтер печатает. Для того, чтобы в целости и сохранности доехал принтер, я извлекаю картриджи из каретки. То есть это делается, нажали и вверх, и вверх. Картриджи. Щелк на себя. Щелк на себя. То есть точно так же вы их будете вставлять. Вставили. Единственное, что нужно перед установкой вытереть. Вот здесь вот не должно быть чернил. Вытереть аккуратненько. И точно так же здесь. Вытереть аккуратненько и установить в принтер. Так. И щелчок вверх. Так. И щелчок вверх. И сверху вот эту вот штучку накрыли. Потом нужно будет залить чернила. Вот в этих вот баночках. Баночки не родные. Не обращайте внимания. Внутри там чернила. Чернила заливаются в черный, синий, красный, желтый. Они подписаны. Здесь перекрыто, видите, перегородкой. Поэтому нужно взять шприц. Набрать чернила из соответствующей баночки соответствующего цвета. Набрать. Лучше 10 кубов выбрать шприц. И сюда, через иголкой, сюда вставить иголку и заливать чернила. Заливать чернила нужно до вот этой вот верхней рисочки. Меньше можно, больше нежелательно. То есть каждый цвет залили. И в настройках принтера, когда вы установите драйвера с сайта производителя, нужно будет сделать парочку прочисток. Вот обслуживание принтера. И службы устройства. Очистка картриджей. То есть надо установить бумагу в принтер. И сделать несколько таких очисток картриджей. Тут на русском языке будет все написано. Или на украинском, как вы там выберете. В настройках будет написано, что куда делать нажимать. Продолжение следует...